МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 июля 1766 года работники Барнаульского меди-сереброплавильного завода впервые в рабочем режиме запустили паровую машину Ивана Ползунова. К тому моменту сам Ползунов уже два месяца как покоился на кладбище на Соборной площади, его убил скоротечный туберкулез. Первый, как говорится, выхлоп паровой машины поразил руководство завода. За небольшое время она принесла прибыль около 11 тысяч рублей, огромные тогда деньги. Увы, уже в ноябре машина сломалась, чинить ее оказалось некому. Ее остановили и в итоге разобрали. Заслуги Ползунова на долгие годы забыли. Слава пионеров паровой машинерии досталось тогда англичанам, которые несколько лет спустя смогли извлечь из аналогичной паровой машины Уатта все возможные бонусы. 21 июля 1829 года Барнаул посетил один из важнейших, возможно, ученых, когда-либо бывавших на Алтае. Александр фон Гумбольд – знаменитый исследователь, человек, благодаря которому география стала отдельной наукой. Барнаул был одной из точек его путешествия по России. В Барнауле его принимал сам начальник колываново-воскресенских заводов Петр Фролов. Гумбольд сделал самую первую запись в книге почетных гостей нынешнего Алтайского кровеческого музея. 26 июля 1914 года два уроженца Алтая, братья Михаил и Борис Троновы, впервые взошли на высочайшую вершину Сибири – Белуху. До сих пор на Белуху пыталось попасть много исследователей и ученых, но тщетно, переменчивая погода, сильнейшие ветра мешали восхождению на эту вроде бы невысокую гору. Коренные жители алтайцы объясняли это тем, что Белуха – объект священный, никого к себе не подпускает. Но братьям Троновым, которым было тогда по 20 с небольшим лет, удалось это, правда, с третьего раза. С тех пор Белуха стала священной горой не только для алтайцев, но и для альпинистов. Со всего мира сюда стремятся скалолазы разного уровня. Увы, после разделения Алтайского края и Республики Алтай, Белуха стала высочайшей горой Республики, что не мешает тысячам туристов из Алтайского края ежегодно любоваться ее белоснежной вершиной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова